Привет, уважаемые телезрители! У нас сегодня в эфире два гостя. Это Олеся Роженцова, она наша гость из Питера. Помаши, помаши. И Даша Денисова, она тоже наш гость из Питера. А я гость из непонятно откуда. И мы находимся на Чистопрудном бульваре. Здесь совершенно прекрасная выставка, посвященная первой скорой помощи Москвы. Мы сначала подошли чисто поинтересоваться, чисто полюбопытствовать, как тут всё в таймлайне устроено. И в результате придётся записывать видео. Олеся, можешь вот то, что прям тебя так задело, зацепило, покажи пальцы. Это ужасно. Вот сейчас, смотрите, тире длинное, да? Красивое, правильное. А теперь внимание на такой же фразе. Дефис! Дефис! Почему это плохо? Потому что типографику знать надо, но Москва... Отлично. Тут будет такой блянк, один-ноль. Дальше. А дальше? Что ещё вас бесит? Дальше вы подсказываете, а то она что-то забывает. Смотрите, пробел, да? Пробел есть. Запомнили, да, число? Дальше пойдём? Сейчас мы найдём. И вот так вот, понимаете, вот человек ходит по улицам Москвы и ищет недостающие пробелы между циферками. Где ещё будет? А, а, то же самое, абсолютно то же самое. 12 тысяч, где пробел? Нету пробелов. Так. Дальше идём. Два ноль такой. Блянк! Два ноль, блянк! Так, что у нас тут? А, у нас вот это вот очень-очень клёвый такой, богатый эпизод. Да. Посмотрите, пожалуйста. Посмотрите. Обратите внимание, пожалуйста, на эту прекрасную... Как это назвать? Прекрасную... Список. Прекрасную список. Это прекрасную список. Давай. Здесь дефис, 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 тире! Это даже минус, по-моему, какой-то. Это даже вот что-то такое. Непонятно. А ещё обратите внимание на вот это. Это 250 бригад. Читать в однослово. Угу. Ху-ху-ху. Ха-ху-ху. Так. И вот, понимаете, вот Олеся придирается к типографике и к пробелам. Даша? Я не знаю, что придираюсь. У тебя был какой-то вопрос. Я хотела, чтобы это было более человечное. Я хочу узнать, как зовут этих людей. Я хочу посмотреть динамик. Мне кажется, вот мой профессиональный очень важный данный. Они на первом экране, назовём это так. Сколько людей, какие бригады. Это довольно интересная информация. Мне кажется, можно было о ней рассказать несколько иначе. Ну, предложение. Как можно было бы рассказать? Ну, вот для меня, например, какое-то откровение, что в Москве 20 психиатрических бригад скорой медицинской помощи. И всего 11 тысяч сотрудников и 2 тысячи врачей. То есть показать на карте Москвы, например, где находятся эти центры скорой помощи, было бы прикольно, мне кажется. Так, классно. Идём дальше. Олеся, подхватывайте. Я что-то задумалась теперь про эти данные. Это же начиналось. Про имена, кстати. Вот у нас здесь есть имена с отчествами, а дальше у нас Г, И. Кого-то уважают меньше, кого-то уважают больше. А вот здесь вот тоже есть имя и фамилия, хоть и сокращённое. Отчество. Да. Имя, отчество. Здесь просто имя. Странное, да. Странное название под автор неизвестен. Было бы, конечно, автор фото неизвестен. Было бы более понятно, наверное. А зачем писать? А он почти везде неизвестен. Ну, кое-где. На фото коллектив под станции. Причём люди, люди очень приятные. Ну, прям вот. Ну, да. Мне кажется, приятно прийти в парк и показать. Там это моя мама, этому дяде. Очень приятные люди. Мне приятно прийти и показать. Это моя мама. Это моя папа. А это моя брат. Где-то там. Лиза, ты же понимаешь, да, что после этого видеоролика все твои рассылки и все твои посты трепанирует самым жестоким образом. В мини-цеме мне не работают со всём. Давайте перенесём всё в 19-й год и посмотрим на реальность. Где наш 19-й год? А, супер. Ещё у меня тут была история, ну, про имена мы говорили. Таймлайн очень, как бы, таймлайн. 54. Вот там вот целый стенд. А, слушайте, так это не таймлайн. Это не таймлайн. Это не таймлайн. Это просто слайды тематические. Вон 38-й, там же 66-й, здесь 54-й, 2001-й. Это не таймлайн. Это вообще не таймлайн. Ну, лог. Сто лет. Ну, ладно. Это же нелогично сначала читать про 2001-й год, а потом про 56-й. Вот зачем? Ну, потому что это посвящено диспетчерскому центру. Видишь, это всё про диспетчерский центр. Тут написано. Где? В едином городском диспетчерском центре. Ещё бы кто-то это читал. Вот. Вот у нас имён нет. Вот Г. Кстати, вот обратите внимание на эту очень красивую женщину. Это прям фотограф сделал максимум, потому что можно посмотреть, где это всё снималось. Вот она сидит на своём рабочем месте. И мы тут немножечко в шоке, потому что это выглядит вот так. Теперь нужно угадать, потому что вот Даша заметила, и они сразу заметили. Что? Что заметила? Вот это вот самое. Чтобы люди угадали, что здесь не так с этим фото. Посмотрите внимательно. Посмотрите внимательно, что не так с этим фото. оно зазеркалено. И вот здесь вот у нас тоже есть буковки. Они зазеркалены. Чтобы сделать поинтереснее композицию, перевернули фоточку. Это а-та-та. Это а-та-та. И как-то логически не завершено, да? Слушайте, ты не права была. Вот ещё про диспетчеров. Ну вот про диспетчеров, вот про диспетчеров. А это оперативный отдел. А это врач медицинской помощи. Диспетчеры. Тут должна прозвучать такая фраза. Какая? А чё так можно было? А чё так можно было? Мне кажется, на это видео обидится. Ну типа классная же тема. Тема интересная. Очень интересная. Вообще всем, наверное. А сделано... Мне кажется, что просто у нас ещё говорит профессиональная деформация. И не то, чтобы я занижаю планку, но в целом свёрстана. Идея неплохая. Показать историю, показать всего в трёх цветах, без какой-то сумасшедшей верстки. Просто либо делалось без души, либо не хватило ресурсов на ещё какую-то док-штоку. А ещё мы тут увидели циферки. Десять фоток с людьми с телефонами. Циферки. Их можно прочитать. По этим телефонам можно позвонить. А-та-та. А ещё на стенде мой зоркий глаз распознал фуэр-код. Они ведут на главный сайт скорой помощи. Но в данном конкретном случае я бы, конечно, сделала здесь QR-код, который бы вёл, например, на видео, что там внутри этой сумки. Интересно же посмотреть. Или на интерактивную какую-нибудь фотографию, куда можно было бы посмотреть. А это ваши знакомые? Вы знаете этих людей? Это наши, конечно, все. Мы скоро помощные. Супер. А вам нравится вот эта вот выставка? Извините. Мы тут для блога снимаем. Конечно, нравится. Нравится? А ещё что-то в Москве. Конечно, приятно. Что у людей показали? Что нас заметили наконец-то. А так? Один негатив шёл как-то. Всё не так. А сейчас люди говорят слова признательности, кого-то спасли. Это так приятно. А если не сто лет, то они говорят? Нет. Нет, наверное, бы не было. Не было бы, наверное, этого. Потому что привыкли, что скорая, медицина, это вот уже сейчас в рак соц. обслуге свели. Хотя это вообще очень серьёзно. Вообще у нас такие специалисты работают. Вот Петя Давыдов, он врач-анестезиолог-реаниматолог, он заведующий по станции, главный специалист по анестезиологии-реаниматологу. Сколько вообще он спас людей? А вы знаете, я просто поделюсь. А мы ходим и переживаем. Потому что мы умеем такие штуки делать, то есть мы не из медицины. Нет, это не мы делали. И мы ходим, мы ищем ошибки, опечатки, неправильно оформленные, неправильно фотографии сделаны. То есть мы, наоборот, переживали, что хорошая тема и хороший материал, но сделаны без души. А вы говорите, что... Ну потому что мы с своих видеть. Конечно. Что же с душой? Нет, мы тоже увидели. Вот правда, фотографии, когда наоборот. Наоборот. Вот это мы обратили внимание. Но на самом деле для людей это не важно. Вот этот зал наш оперативный, столько там людей. Реально, конечно. А когда это вот не на фотографии, а вживую, заходишь, представляешь, огромный зал, да? И все сидят на... А вот где диспетчерская, да, в зеленой? А это нормально, что они в таких вот кубиках сидят? Мне кажется, это же тяжело. 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 Внутри находишься. Оно нормально. Везде тяжело. И на линии тяжело. Вот эти ящики, все аппаратура. Это скорая, это вообще адский труд. И там тяжело. Адский труд. Это просто кто-то там не был никогда. Да. Это вот со стороны смотрится, когда вот звонят, например, там, да, у нас, вот, там, у Акаша поднять, бабушке памперсы поменять. Но это не та служба. Это не ту немножко. И люди там работают, что-то, 80% и выставили по скорой помощи. у нас многие вот... А, просто ухода нет? Ну, по разным причинам. Нет, дело не в уходе. Давление поднялось, ну, по идее. И скорую. Ну, прими, потому что надо научаться своим состоянием управлять, правильно? Диабетики же умеют укол делать себе. И он просто знает, что если он не сделает вовремя, он подгибнет. Что мешает принять таблеточку от давления? Если ты понимаешь, что у тебя это... А у нас некоторые просто... У нас в стране, наверное, потребительское отношение. Кто-то тебя обязан, что-то должны. Должны. На самом деле, конечно. У нас один доктор был, он там писал немножко песни. Я еще маленькая была, когда только пришла фельдшером. Ну, еще студенткой. У него песня была такая. И кто 10 лет проработал на скорой, уже не уйдет никогда. Я так что-то послушала, думаю, а эти вот как старики там у них, ну, как мы, да, молодые. А потом тогда проработала 10 лет тоже. А я на месяц пришла. Ой-ой-ой, да. Помнишь? На служебочках? На скафетре нет. Нет, я ее притащила. У меня были проблемы с работой. Я говорю, пойдем, да. Я искала себя. Ну, 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 совсем ничего. Пойдем к нам. Немножко побудешь, потом найдем чего-нибудь. Месяц проработаешь. Сколько лет уже там пройдешь? 20. 24. 24. А я 28. И это ведь мы только начали гулять по бульвару. А я 29. Я 29. А я 30.